началось это еще давно в детстве творчество потому что мне очень нравится что там можно какие-то свои идеи раскрывать какие-то свои мысли еще это мне нравится тем что все время что-то новое придумываешь нету однобразия никогда не устаешь какие-то впечатления какие-то переживания эмоции бывают разные меня бывают какие-то подъем какое-то настроение хорошее дух какой-то хочется его передать любой художник никогда не до конца бывает удовлетворен своей работой но бывает работ который мне вот самому нравится и от этого удовольствие получать я делаю то что мне нравится хочется сделать я заметил что если мне самому нравится обязательно вокруг люди тоже это чувствует и всем тоже это нравится но я всегда пишу на тему крыма крым как изначально и меня в крыму я сформировался как художник и основная тема это крым крым и его природа его история ощущение крыма во вселенной сама крымская тема она подразумевает и религиозную тоже тем потому что крым когда-то это было не знаем что и духовным центром и религиозным центром старый крым вахчисарай вот поэтому у меня естественным образом произошло я это воспринимаю как должен как само собой разумеющийся ну тут я начал работу с вот этой мечети в тарактажа то есть это первая работа который я хочу сделать эту серию это будет тема все мечети которые были у нас крыма исторические сохранившиеся не сохранившимся на фоне красивых пейзажей ну плюс история в рисунке это сделать интересно архитектуру поизучать я сам увлекаюсь тоже архитектурой и я это все так вот связь ценности это первую очередь здесь такая знаете и в духовном плане естественно и в нашем мире в духовном это понятно то есть следовать пути от нашего пророка с алилаху алейкин вассалям и то что в материальном плане она естественно семья дети воспитание детей дом с собственный дом чтобы она не просто как бы хватало да как у нас говорят чтобы это было в изобилии чтобы иметь возможность не просто жить а еще какие-то свои проекты создавать например не зависит от меценатов например не будет там а будь самим меценатом я заметил что художники многие живут без семьи потому что во-первых это содержит ответственно и и многие не находили того того человека который мы хотели им было удобно жить так а я вот для себя принял такое решение что мне жена будет она будет тоже творческий человек мы ездили на этюду еще помню в олубку вот вот именно там я просто даже точку такую для себя понял все это вот это этот человек который искал она показала даже своей работой был очень удивлен она вышивкой занимается художественную вышивку очень большой талант я этого не увидел и вообще ее философии мысли как она мыслит просто ну так как одно целое нет очень сыграла огромную роль как формирование развитие в личностном развитии ну что она сама развивается постоянно читает это посещает семинары тренинги у меня тоже она подтянула в этом вопросе то есть на какие-то внутренние погубинные проблемы как вот это с этим разбираться очень мне она в этом плане повлияла на меня а лава шкур ясика счастливым человеком считаю ну что у меня прекрасная жена прекрасные дети шкур а лава они не болеют вокруг когда видишь сравниваешь сколько детей болеют и семьи какие бывают несчастные но посмотрев это такой вообще счастливый человек как а лава шкур два мальчика получается сейчас много больше времени с ними провожу бывают какие-то моменты что ты хочешь как-то уединиться там чтобы никто тебе не мешал но в то же время сейчас такой момент ответственно есть это два мальчика в основном влияние от отца все-таки больше больше конечно пример отцовская и я вот сейчас с ними стараюсь что-то им рассказывать какие-то вещи просто вот быть естественным и с ними разговаривать как со взрослыми людьми наравне они все время ко мне тянутся и интересно вот и мне это тоже нравится помимо живописи планы на будущее вот я сейчас открыто набираю свою команду людей молодые ребята продвинутые которые креативно мыслят художников дизайнеров лепщиков декоративщиков то есть собираю сейчас команду в свою студию этно дизайна то есть где мы будем воплощать очень такие интересные проекты и по крыму и вне крыма и по всему миру я впечатлительно очень увлекающийся впечатлительный целеустремленный и стараюсь быть как бы там ни было доводить дело до конца делаю так чтобы это было по-настоящему это было хорошо чтобы люди потом сказали что действительно сделано то есть максимально на сто процентов выкладывается и себя же брать из священных хадисов там есть такой смысл что живите в этом мире так как будто бы вы вечно будете здесь жить и молитесь так как будто бы она у вас последняя